В Ленинском округе отметили главный праздник кочевников. Торжества по случаю Дня Оленя в общинах региона шли всю минувшую неделю. Традиционно жители тундры соревновались в метании тынзея, прыжках через нарты и, конечно, определяли самого быстрого погонщика упряжки. Ну а главное, принимали подарки и поздравления. Одними из первых День Оленя отметили представители общины Канин. Оттуда репортаж Алины Волчейской. Долгожданный борт встречают всей общиной. Этим вертолетом в Канинскую тундру привезли продукты, медикаменты, посылки от родных и, конечно, подарки. Для кочевников День Оленя – это своеобразный Новый год. Время отдыхать, обмениваться подарками и встречаться с родными и друзьями из соседних бригад. Александра Латышева добиралась сюда два дня. На оленях, конечно. Любовь к кочевому образу жизни у женщины в крови. Она родилась в тундре, в тундре выросла, а после окончания университета вернулась в стойбище. Было время, это сейчас вот стало у всех тарелки, сапоги там еще, было время, когда вот у людей даже, блин, на ноги одеть. Не то, чтобы что-то лишнее скушать, у них даже на ноги одеть не было целых сапогов. И такое время было пережили. Живут тундровики в брезентовых палатках. Говорят, это практичнее, чем традиционный ненецкий чум. Малыши кочуют вместе с родителями. По словам врачей, которые в рамках праздника прилетели обследовать оленеводов, дети очень крепкие и физически развитые. Они же живут в гармонии с природой. В общем-то, правильно питаются достаточно. Поэтому, конечно, в основном-то здоровые. У них нет, может быть, таких вот болезней цивилизации, которым подвержены дети, живущие в городах. В составе передвижного медицинского отряда, помимо терапевта и педиатра, стоматолог и УЗИ-диагносты. Здесь же кочевое население сдает анализы и даже проходит флюорографию. По другую сторону стойбища соревновательная площадка. Мужчины метают тензей – веревку, которой жители тундры ловят оленей. Задача максимум – попасть на хорей – деревянный шест, которым гонят упряжку. Дается несколько попыток. Для хорошего результата здесь нужна не только меткость и сила, но и набитая рука. Ну, эти соревнования выявляют то, что человек умеет на профессиональном уровне летать наезде. Это по профессии ему нужно. Ну, а сразу после заката возле бригады появляются виновники торжества. Эти олени – элита общины. Въездовых быков выбирают самых диких животных. Они сильнее, выносливее и быстрее остальных. У каждого погонщика своя упряжка. Причем оленеводы знают животных и с легкостью находят среди нескольких сотен рогатых хозяев тундры пять своих. Именно столько оленей запрягают в упряжку. Семен Волучейский в соревновательных заездах участвует впервые. Молодому человеку всего 17, сейчас он учится в 10 классе. Но как только окончит школу, собирается вернуться в родную тундру. Тут все равно как-то все свое. Я все равно думаю, в город как-то не хочется, неохота в город ехать. Тут все равно свое. Когда олени запряжены, кочевники выдвигаются на трассу. Она расположена в низине, на болоте. На сопках собираются болельщики. И вот флаг сигнализирует о начале главного соревнования в тундре. Самая зрелищная и яркая часть национального праздника гонки на упряжках начинается после заката. Когда на землю ложится раса по сырой траве, олени скользят легче и быстрее. Кстати, максимальная скорость, до которой может разогнаться животные 40 км в час. Стартует по одному. Длина дистанции 100 метров. И это только на первый взгляд кажется, что в заездах все просто. Понятие фальстарт и дисквалификация оленеводам знакомы. Например, если вожак, это главный олень в упряжке, подпрыгнул на старте, погонщик автоматически попадает в разряд проигравших. Соревнования закончились только на рассвете. На этом праздник завершился. А теперь кочевники будут готовиться к долгой и тяжелой зиме. И продолжать нелегкое многовековое дело своих отцов и дедов. Алина Волчейская, Алексей Орлов, телеканал «Север», полуостров, Канин, Ненецкий, авторомный округ.